Воскресный вечер в микрорайоне почтовое отделение 14 в Иванове, несмотря на прохладную погоду, выдался жарким. Жители окрестных домов вышли на встречу с представителями администрации по поводу изменений в генплане. Камень преткновения – участок автодородия, который в соответствии с градостроительными документами должен пройти через гаражный кооператив. По телевизору была информация, что администрация нам пойдет на встречу и данной дороги не будет. Наверное, не будет. Но вчера я заходил на сайт, на сайте информация не изменилась. Я не хочу сказать, что нас кто-то обманывает. Нас никто не обманывает. История с дорогой, а именно продолжением улицы 4-я Деревенская, длится уже не первый год. В 2017-м глава города Владимир Шарыпов официально пообещал жителям, что дороги, которая пройдет через гаражи и стадион, не будет. Однако, соответствующие изменения в генеральном плане отражены не были. Отсюда и недоверие к власти. Провели комиссию, приняли решение, что дорога будет отображена в генеральном плане так, как она отображена в проекте планировки. То есть она не будет продлеваться, где ваш гаражный кооператив и зеленые насаждения. Ответ руководителя управления архитектуры местных жителей, мягко говоря, не удовлетворил. Информационная встреча постепенно стала превращаться в стихийную акцию недовольства. Посыпались десятки вопросов. Представители мэрии были вынуждены объяснять суть изменений по очереди каждому. Раскрытно перед народом. Он же в прошлом году наговорил, что не будет ничего. Все, никакого строительства. В этом году по новому все начинается. Еще раз, это два разных документа. В 2017 году вы обсуждали проект планировки, теперь генеральный план. Она, да, действительно отображена в генплане в противоречии утвержденному проекту планировки. Это противоречие будет устранено. То есть в проекте планировки ее нет, да? В проекте планировки вот она и заканчивается. А в генплане она осталась. Подождите, дайте разобраться. Именно расхождение в двух планах и вызвало волну непонимания. Дело в том, что генплан – большой документ. Изменения в него вносятся не сразу. Чтобы успокоить жителей, даже пригласили депутата. Вам говорят еще раз, повторяй, пожалуйста, повнимательнее. Вы просто начинаете шуметь. Люди и власть на вашей стороне, поймите, что дороги вам обещают. Вот стоит главный архитектор. Не будет дороги этой. Собравшиеся вынудили представителей мэрии пройтись по микрорайону и на месте показать, где не будут строить дорогу. Маршрут пролегает через гаражный кооператив, четвертую деревенскую, местный магазин и доходит до административного здания. То, что здесь предусмотрена дорога, это не значит, что завтра мы выйдем ее строить. Уже прошло два года с момента утверждения, и никто не вышел вам строить эту дорогу. Разговоры плавно перетекли в другую плоскость. Жители начали жаловаться на плохие тротуары, отсутствие нормальных проездов и многое другое. Когда шествие добралось до строящегося административного здания, ситуация и вовсе вышла из-под контроля. Представителям мэрии пришлось объяснять, что слово «административное» не означает, что здание принадлежит администрации города. Это не муниципальное здание. Как оно будет использоваться, это решает собственник. Почему? Административное здание – это не администрация. Административное здание – это офисное здание, иными словами. Это не здание администрации. Оно принадлежит ООО «Аэро». Вечерняя прогулка по микрорайону закончилась там же, где и началась, возле местного стадиона, на котором ожидали оставшиеся жители. Там начальник профильного управления в очередной раз заявила, что дороги, которую жители не хотят, не будет. Мы планировали убрать ту часть дороги, которая после административного здания до КПП. Сегодня мы вас услышали, что вам также не нравится мероприятие по выпрямлению 4-й деревенской по ее продолжению. С учетом этой информации мы проведем еще одно заседание комиссии по изменениям генерального плана и рассмотрим на ней вопрос о том, чтобы исключить и эту часть дороги из изменений генерального плана. В итоге полуторачасовой встречи местные жители успокоились и поняли, что мэрия не намерена тратить колоссальное средство на строительство дороги, которую сами граждане видеть не хотят. Из генерального плана она исчезнет в сентябре, когда документ будет принят Гордумой и опубликован на сайте администрации. Максим Серебряков, РТВ Иваново. Продолжение следует...